Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите ли собраться, права я или нет? Несколько лет отработал я на своей работе. Ни разу никто не поступал так, как поступила наша сотрудница. Она еще года не отработала, и поэтому у нее это первый день рождения на нашей работе. У нас свои правила относительно днюх. Обычный днюх никто никогда с разлагом не отмечал. Обычный днюх отмечал чисто в своем кругу коллег, кто с кем чай пьет и все. Только на юбилей у нас с юбиляра покупают торты на весь коллектив. Это почти 70 человек. Так вот, эта сотрудница на свое 38-летие, а это совсем не юбилей, накормила тортами все 70 человек. Я получил дикий разрыв шаблона. Я почувствовал себя просто размазанной по стенке. Никто ни разу так не отмечал обычную днюху. И теперь получается, что она как бы лучше всех. Я не стерпел и сделал ей выговор. Сказал ей, что она выпендривается и пытается быть лучше других, и что это очень некрасивый поступок. Что я обиделся. Вот кто из нас прав, она или я. Мне кажется, у многих прошел по спине холодок, судя по их лицам. Я ей сказала, что она ставит людей в неловкое положение. Теперь все обязаны вот так, как она каждую днюху отмечать. Но она ни в какую не признает свою неправоту. Теперь вот думаю, а кто же в действительности из нас прав? Хорошо ли вот так, как она поступает? Имел ли я право ей выговаривать за это? Смотрите. Здесь не все так однозначно. И на мой взгляд, правых и виноватых нет. Я думаю, что вы имеете право считать, так как вы считаете, и она имеет право поступать так, как она считает нужным. Это адекватно. Другой вопрос, что у вас это задело. Другой вопрос, что вам это стало неприятно. Другой вопрос, что как бы вы вот почувствовали, что она лучше других. Вот. Вам это стало неприятно. И соответственно, то, что вы сказали ей об этом, ну, является адекватным. Что-то вы сказали ей о своих чувствах. Вот. Только момент, момент заключается в том, что вы свою неловкость, которая у вас возникла, свое чувство, стыда, обесценивание, может быть, которое вы почувствовали. Вы его облегли немножко в форму выговора. И проблему, таким образом, проблему, вы, конечно же, не решите. То есть вы не решите проблему таким образом, что вы будете кому-то выговаривать. Что, ну, что-то. Вот. Так проблему вы не решите. Это факт. Очевиднейший факт. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Я думаю, что вам имеет смысл признать, что вас это за дело. Да. Вас это за дело. Но имело бы также смысл увидеть, а чем вас это за дело? Тем, что вы не хотите поступать так, потому что, ну, не хотите так же поступать. Потому что не у всех, например, есть такая возможность. Что ж. Здесь я с вами согласен. Действительно, не у всех и есть возможность покупать на 70 человек торты. Это правда. Не у всех. Но на мой взгляд, все не должны это делать. На мой взгляд, каждый делает то, что он может, а мой взгляд, каждый делает то, как он хочет, исходя из своих возможностей. И все. Я думаю, это честно. Я думаю, что это справедливо. Вот. Здесь, похоже, вы придерживаете такой позиции, что все должны поступать одинаково. А эта позиция, она несколько нереалистична. Потому что одинаково все поступать не могут. Белиди разных. И по-разному видят ситуации, разные ценности, разные возможности. У меня такое ощущение, что вас задело, то, что она мост, а вы нет. У меня такое ощущение, что вас задело, то, что вас как бы сместили по-значему, по-значему, что-то. Ну вот. И вы боитесь, что ее будут любить больше, чем вас. И опять же, и опять же, сам по себе, данный страх не является чем-то негативным, не является чем-то аномальным, не является чем-то неправильным. Сам по себе, такой страх нормальный. Потому что, ну, вас, действительно, на самом деле, может волновать. и, возможно, возможно, даже, ну, должно волновать. То, как вас воспринимают и видят на работе. Но, на мой взгляд, ответственность за то, как вас воспринимают и видят на работе, несете вы Ани, кто-то другой. Не она, а вы. И если вам хочется, чтобы к вам относились хорошо, если вам хочется, чтобы вас видели, чтобы вас видели, чтобы к вам относились так, как вы хотите, то нужно, нужно для этого, стараться что-то делать, а не выговаривать кому-то и требовать от кого-то, чтобы не поступало так, как вы хотите. Потому что, это уже нарушение границ другого человека. то есть, по сути, это вот то, что вы делаете. Вы нарушаете личные границы другого человека. Остаривайте его желание поступить так, как она может, так, так как она хочет, так как в ее системе ценностей это прописано. Например. и, наверное, это изменить, вы, пожалуй, не в силах. То есть, вы не в силах изменить то, что у человека может быть другой, ну, другой взгляд на ситуацию, вы не в силах изменить того, что человек может по-другому воспринимать реальность и так далее. Вот этого вы изменить, скорее всего, не в силах. Но вы в силах вполне изменить то, что хочется вам. Вы в силах изменить то, что нужно вам. Вы в силах делать что-то, чтобы быть ближе к тому, что нужно. И ценно вам вот это вы сделать, на мой взгляд, выполнять себе в силах. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь дело не в правоте, а в том, как вы привыкли обращаться со своими чувствами, как вы привыкли их выражать. Вот. Я думаю, что дело здесь еще и в том, что вы претендуете на определенное место. в коллективе. В коллективе. И это нормально, что вы претендуете на определенное место в коллективе. Но делать это нужно под свою ответственность и за свой счет. Потому что ценности, по-вторых, ценности у всех людей разные. И ценности ваши, они вот такие, ценности ее, они вот другие. и вряд ли с этим можно что-то поделать. К сожалению или к счастью, это не так важно, на мой взгляд. Конечно, вам больно, конечно, вам неприятно, конечно, вам тяжело, это само собой. Но эти переживания вам нужно, на мой взгляд, проживать самой, не привлекая к этому других людей. А сейчас вы делаете именно это. да, то, что вы описываете является с точки зрения психологии защитой. Вы защищаете свое положение. Вы защищаете свое место в коллективе. Вы защищаете свое нежелание поступать так же, как она. Так вам для этого не нужно разрешение. Вам для этого не нужно оправдание. Все, что у вас есть, в данном случае, это стыдь. И так вы обращаетесь со стыдом. И вот то, что вы так обращаетесь со стыдом, то, что вы привыкли так обращаться со стыдом своим, это можно само собой скорректировать. если вы хотите, конечно, это корректировать. Вот такой ответ я мог бы вам дать. На мой взгляд, абсолютно бесперспективным является стремление выяснить, кто прав, а кто нет. Почему не может быть прав правым и почему не может быть правой и она и вы обе? Подумайте об этом. Вам нужно исключить что-то. Что-то исключить значит избежать конфликтов внутреннего. Понимаете? То есть вы довольно, получается, болезненно переносите вот это состояние конфликта. Вам нужно обязательно чтобы кто-то был прав, а кто-то нет. То, что вы сказали про ее выпендрешь, что она выпендривается. Опять же, с точки зрения психологии, по крайней мере, моего подхода, вы прописали человеку то, что актуальна для вас. Возможно, вам где-то хотелось бы показать себя, проявить себя. Возможно, где-то вам хотелось бы одобрения, оценки, чего-то, ну, чего-то такого. И это нормально. Но вы себя сдерживаете, вы этого не делаете, вы себя сдерживаете. И когда кто-то себя не сдерживает, вам, естественно, нравится боль. Поэтому я думаю, что задача психолога здесь может быть помочь вам, помощь вам в том, чтобы раскрыть вашу личность, сделать ее более свободной. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.